Хотелось еще немного о словах и об отождествляющих понятиях определенных, которые присущи той или иной группе социума. Ну вот, например, молодежь, молодежь сейчас так популярна такая вот, они оживили там, ну не они сами, а для них другая группа населения, которая занимается вот таким внедрением определенных социальных моделей поведения. Эта группа им внушила такие понятия, что сейчас многие вещи стали для них зашкварняк. Это что такое? Ну это что-то где-то, кто-то что-то коснулся чего-то там, что это плохо там, санины какой-нибудь или еще чего-то, да. Господи, депутаты так не говорят, да. Но ваши дети так говорят, если че. Вы сами говорите так, кто-то если, да, такие слова не произносит. Кто-то мне там в чате там тоже написал, тёлка, так не говорят. Так тёлка это применимо к коровам, почему они говорят. Я имел в виду именно корову, когда писал тёлка в одном из чатов, если че. Там же людских имен нет, какие-то непонятные цифры и прочее. Так вот, к чему это знак, да, задумался, неуверенность. Ухо почесал еще что-то, да, сколько всего, да, сколько моделей поведения сейчас можно, да, прочитать там умному такому или неумному начинающему психологу. Ну да ладно. Такое, значит, понятие у молодежи, как зашкварняк. Потрогал что-то? Зашкварняк. Поздоровался с тем, кто потрогал что-то? Зашкварняк. Подождите, а если за партой посидел, за которой он сидел? Не зашкварняк, нет? А потом так недалеко там до этих самых, до столовой, до тарелочек с дырочками, да, нет? Как это? Что это, нет, этот молодняк имеет? А если я скажу вот такую штуку, да, мы же начали так вот говорить обо всем, вот так вот. Общество, то есть, само определило, кто есть там зашкварняк, кто зашкварился, типа, да? А потом с ним здороваться нельзя, но за одной партой посидеть можно нельзя. А в столовой что? У него же нет тарелочки с дырочкой. Или что, в столовую не пускают? Его, а ладно, не пускают. А давайте сейчас скажу еще одну интересную вещь. Одним воздухом вы с ним дышите в одном помещении. Да пофиг, на планете Земля. Че? Так вы что, получается, своими понятиями, да? Ну, не вы конкретно, кто смотрите, а те, кто вот такие понятия распространяет, да, придерживается их таких. Получается, что они всю планету, что ли, зашкварили теперь? Ничего себе. Сами придумали и сами всех сказали, во все зашкварили. Но очень похоже на ту самую байку, когда одна группа социальная убила человека, а потом обвинила всю планету Земля в его убийстве и заставила их носить крестики. Нет? Не похоже? А мне вот кажется, очень похоже. Когда кто-то что-то надумает, заставляет всех в это поверить, это что-то такое, да? И опять, опять нам необходимо посмотреть учебник логики, что, почему это происходит. Происходит это в связи с дихотонией многих процессов. То есть мы видим одно, а нам говорят, что это другое, а думать надо третье, что-то додумывать уже, да? И потом, получается, человек пишет, он не понимает, маленький человек еще, он пишет, он не понимает, что он пишет. У него нет ни образности, ни синхронизации. Он читает, он не понимает, что он читает и вынужден поэтому изобреть. У него нет синхронизации, представления. Почему? Потому что изначально не объяснили, что есть такая логическая последовательность. То есть даже неправильно, не логическая последовательность, а последовательное изложение определенных мыслей, определенных поступков. Человек же не проснувшись сразу оказывается, например, в туалете. Он сначала проснул, открыл глаза, там много-много химических реакций прошло. Открыл глаза, там почесался, потянулся, просканировал там мышцы свои. Сделал там движение к тому, чтобы встать. Ну это там понятно, это целая логическая последовательность. Мы не будем углубляться до машинного кода. А много-много всего. Ну а нам доказывают, что вот это было вот так, а теперь оно стало вот так. Вот дом. Был дом и не стало дома, а его не было. А он был плохой, а он был не жилой. Поэтому там можно его и разобрать, можно и сжечь и прочее, прочее. Это же все именно отсюда проистекает. От того, что нет логической взаимосвязи у многих людей в голове. Отсюда и происходит все это. Я хотел продолжить бы еще о словах, об вот этих определениях, которыми все определяют, мерят и наделяют вот этим определением головы других. Чтобы другие тоже так именно определяли. Ну вообще, туристикой мы вообще где живем? Я вернусь, я вот запишу еще одно видео на эту тему. Лайкосик или вот так.